У всех одинаковые надгробия. Это я про императорскую усыпальницу в Петербурге, будь хоть Петр Первый, хоть Николай Первый. И только два отличаются от остальных. Это могила Александра Второго и его супруги. За что такая честь? За звание народное. Царь-освободитель, царь, отменивший крепостное право и убитый террористами. Александру Второму не повезло при жизни, еще больше ему не повезло после смерти. Все посвященные ему памятники были снесены, а их было немало. Остался только один в Гельсингфорсе, нынешнем Хельсинки, который только номинально считался российским, а по факту никогда таковым не был. Стояла скульптура царя и здесь, на Благовещенской площади, почти на том самом месте, где теперь памятник Минину. Причем установили ее даже не за главное деяние императора, а за реформу городского самоуправления. Она была одной из тех, которые потом назвали великими. Благодаря городовому положению от 16 июня 1870 года в городах появлялись выборы в местную думу. Причем избираться мог любой человек, который отвечал следующим требованиям. Быть подданным Российской империи, быть старше 25 лет, владеть имуществом, не иметь долгов перед государством. Эта реформа раскрутила общественную, хозяйственную и экономическую жизнь городов с невиданным доселе размахом. Именно в ее честь в 1895 году, когда по всей стране отмечался 25-летний юбилей городового положения, Нижегородская дума выступила с предложением установить монумент в память о царе-мученике. Дума даже выделила средства только около 10% от общей суммы дали частные лица. Все остальное из городского бюджета. Проект выполнил Александр Васильевич Курпатов, ярославец, перебравшийся в Петербург. И это фактически был единственный его реализованный проект, хотя вот его земляк и родственник Апикушин прославился на всю страну памятниками тому же Александру Второму, не говоря про монумент Пушкину в Москве. Каково же было Курпатову, когда его творение, простоявшее здесь более 11 лет, было снесено во исполнение декрета о снятии памятников царям и их слугам. Варварская улица, начинающаяся в двух шагах от этого места, была названа улицей Веры Фигнер, несгибаемой революционерки, во многом благодаря усилиям которой царь-освободитель отправился к праотцам. А на здании бывшей мужской гимназии повесят мемориальную доску с профилем Александра Ульянова, пытавшегося возобновить террористическую деятельность партии «Народная воля». После снятия памятника на его постаменте появился фонарь, но и он простоял недолго, а сама площадь была переименована из Благовещенской в Советскую. Благовещенский собор, давший ей название, пошел под снос в 1930 году с началом всесоюзной кампании по уничтожению церквей. А во время войны площадь стала Мининой и Пожарского, но это отдельный сюжет, потому что в 20-х годах ни о каком Минине речи идти не могло. Но об этом мы поговорим у бюста главному нижегородцу, который находится буквально в пяти минутах ходьбы вот отсюда. А с вами был проект «Нижний с перцем». Редактор субтитров А.Семкин